Всем доброго дня! Обещал я вам как-то очень-очень давно, когда готовил картофель по-французски, что я еще приготовлю картофель по-французски с добавлением корня сельдерея. Сегодня я это обещание выполню, и помимо этого блюда, точнее картофеля, я приготовлю также баранью лопатку, которая будет отлично с этим сочетаться. Или скажем по-другому, я приготовлю баранью лопатку, покажу как готовить ее, а заодно приготовлю и картофель по-французски. Так будет правильно. Приступим. Так, лопатка уже разморозилась. Я ее аккуратно размораживал всю ночь в холодильнике. Так просто будет правильно. Далее смотрим, что здесь можно обрезать. Так, ну вот эти вот излишние куски жира, вот здесь вот в этом месте, его можно срезать. Он здесь довольно плотный, довольно большой, поэтому барашек от этого много не потеряет. Что касаемо беза. В новозеландских барашках их очень мало, они встречаются редко, поэтому если я увижу, я удалю. Но как таковые встречаются редко, пока на данный момент я ничего не вижу. Особо в барашке я здесь срезать ничего не буду, абсолютно ничего. Единственное, что я сделаю, я его хорошо промою и обсушу. Вот в этом месте я сделаю глубокий надрез, просто чтобы баранина у меня пропеклась. Так как здесь кость, она закрывает, и вот это место может остаться просто-напросто сырым. Чтобы этого не произошло, я делаю вот такой вот надрез. Все, готово. Так, ну далее я баранину хорошо присаливаю. Значит, готовить я ее сегодня не буду. Сейчас уже вечер, я ее оставлю на ночь просто просаливаться. И я, знаете, я не боюсь, что она у меня высохнет, что соль вытянет с нее всю жидкость. Для меня это как левый разговор. Если кто-то так считает, ради бога, это его личное дело. Так, соли достаточно. Теперь я посыплю его приправой коджун. Немного копченой паприки. И для остроты, для остроты я добавлю соцветий сычуанского перца. На вкус, я вам могу сказать, какой он на вкус. Значит, выглядят вот эти листочки или цветочки, выглядят вот так. Они очень пикантные. И попав на язык, вызывается ощущение, как будто вы едите острый перец. И в то же время охлаждается мятой. Но вкуса мята при этом нет. Вот такой эффект. Очень интересный вкус такой. Если у вас есть возможность достать такие цветочки, то попробуйте. Если нет, то нет. Я сам, честно говоря, познакомился с ними совсем недавно. Главное не перестараться. Готово. Так, ну и какой же барашек без чеснока? Так, нашлось у меня в холодильнике буквально пару веточек тимьяна и росмарина. Их отправлю сюда же. Ну и теперь все это дело закатаю в пищевую пленку. Ну и отправляю барашка в холодильник на ночь мариноваться. Настал следующий день. Теперь я барашка освобождаю. Отправляю его в противень. И на решетку, так травы я сверху уберу. Так как он есть, на решетку при температуре 140 градусов для начала на 2 часа. Далее я вставлю термометр и буду доводить его при более высокой температуре. Буду посмотреть. 160-170 градусов. В зависимости от того, что мне покажет температура. И мне нужно будет внутреннюю температуру достичь до полной готовности. 78 градусов. А пока 140 градусов. Без ничего, так как есть, отправляю на 2 часа. Ну а я этим временем подготовлю картофель и подготовлю сельдерей. Я вам скажу свои пропорции, когда я все приготовлю. А вы уже будете смотреть по своей форме. То есть для начала определитесь с количеством картофеля. Сразу чищенный картофель выкладывайте в ту форму, в которую вы будете его выпекать. Параллельно к картофелю я уже поставил сливки на плиту. Ну вот, картофель я начислил довольно быстро, с количеством я определился. И теперь я его просто-напросто залью холодной водой, чтобы он не почернел раньше времени. Сливки у меня уже закипели. Я добавляю соль. Солю сливки так, чтобы они у меня были немного пересолены. Добавляю мускат на орех. С мускатом не перемудрите, слишком много нельзя. Иначе картофель будет просто несъедобным, точнее невкусным. Мускат будет преобладать. Так, натираю сюда один зубчик чеснока. Добавляю перец, черный, белый, на ваше усмотрение, или какой есть у вас дома. Пробую на соль. Мне в данном случае соли достаточно. И небольшое количество кукурузного крахмала можно разбавить водой. Но я в этом случае разбавлю также сливками, которые у меня имеются в наличии. Разведу и загущу мои кипящие сливки. Заливка, она должна быть слегка загущена. Сорт картофеля я взял мучнистый. То есть тот картофель, который хорошо разваривается. По-немецки он называется мельхкохотый картофель. Даю сливкам покипеть буквально 2 минуты и снимаю с огня. Они у меня готовы. Если мало ли у вас дома есть росмарин или тимьян, вы можете добавить, прокипятить, взять вкус и пропустить через сито. Все, ваши сливки будут готовы. Они будут просто вкуснее. Ну так получилось, что я вчера весь росмарин и тимьян вгрохал в баранину, когда мариновал. Теперь при помощи овощерезки я тонко нарежу картофель. Можно, конечно, это сделать и вручную. Но если у вас есть овощерезка, не отказывайте себе в этом удовольствии. Остатки, которые остаются, их уже можно будет дорезать ножом. Вот такие вот тоненькие слайсы. Ну и натираю сюда также, точнее нарезаю сельдерей. Так, оставшиеся можно вот так вот при помощи держалки, чтобы не порезаться, дорезать остатки сельдерей или картофеля. Все. Картофельно-сельдереевая масса готова. Все обратно в чашку. Немного перемешиваем. Если кто-то мало ли не любит сельдерей, то просто-напросто не добавляйте, добавьте один картофель и все. Так, теперь всю эту красоту зальем нашими сливками, точнее моими. Сливки у меня 30% можно добавить сливки с более-меншей жирностью. Главное просто их достаточно загустить, чтобы они не были в картофеле слишком жидкими. Так, ну и перемешать, чтобы сливки распределились по всему объему. Иначе просто тот картофель, который будет, скажем так, не промазан сливками, он может остаться сырым или будет такой не совсем готовым. Чтобы этого не случилось, тщательно перемешиваем. Мы уже не солим и не перчим, потому что мы уже все это сделали. Для этого и пересаливают немного сливки. Ну и теперь можно перекладывать массу в форму для запекания. Вообще в картофель по-французски сыр не кладут. Но советский или русскоговорящий человек этого очень любит. Так что если кто-то хочет, его никто не ограничивает, может добавить и сыр. Я его добавлять не буду, потому что мне жирности хватает за глаза. Теперь как определить количество, сколько сливок нужно. Потому что формы у всех разные. Ну сколько картофеля и сельдерея, я вам показал. Я взял вот эту форму, но прежде чем я заложил сюда весь картофель, я форму свою измерил. При помощи мерного стакана в мою форму помещается полтора литра воды. Вот я взял картофель, сельдерей. Я его просто-напросто весь взвесил. И общая масса картофеля с сельдереем у меня составила 900 грамм. Следовательно, я могу сюда добавить 600 миллилитров сливок. То есть я выхожу в полтора литра. Ну это так, чтобы вы смогли просчитать, чтобы вам было проще. И все. Отправляю картофель к бараниной. Благо место у меня там есть в духовке. И пускаю потихонечку тоже при этой температуре готовиться. Сразу слишком высокую температуру давать не нужно, потому что картофелю нужно сливки питать. Если процесс пойдет немного быстрее, то сливки, они пойдут через верх. Этого нам не нужно. Поэтому готовим потихонечку, никуда не торопясь. Если я нахожусь у себя на работе, я начинаю со 110 градусов. А потом температуру потихонечку по мере приготовления повышаю. При этом картофель прекрасно пропекается и приобретает золотистый цвет без добавления сыра. Ну вот так вот у меня эти парни выглядят. Дружно, спокойно готовятся, короче. Так, что можно сделать еще и что я сделаю? Я сейчас при помощи спрея, вы можете при помощи растительного масла, нанесу немного на баранину. Все-таки жир он придаст при запекании баранины красивый цвет. Ну а в качестве овощей у меня, ну как вы думаете, что это такое? Нет, это не спаржа. Это стебли от дикого брокколи. Но брокколи сами со свете мы уже съели, а сами стебли, они довольно длинные, сантиметров по 15, наверное, они остались. Но они также очень вкусные. Поэтому их не выбрасывайте. Их можно прекрасно приготовить. Что я и сделал. Просто отварил до готовности в кипящей, хорошо подсоленной воде и охладил. Овощи у меня готовы. К баранине я подам грибную соус. Это у меня приготовленный демиглас, который я хорошо уварил с портвейном. Отдельно я отварил грибы, которые называются вороночек рожковидный. Эти грибы похожи на кратер. Они такого темного, точнее черного, темного цвета. Выглядят более как несъедобные, но на самом деле съедобные грибы. Но если вы меня в дальнейшем не увидите на видео, значит грибы были несъедобные. Шучу. Ну вот как-то так. А, кстати, да. Как готовится демиглас, вы можете посмотреть у меня на канале. Это у меня есть. Ну все, ждем приготовления основного блюда. И будет у нас классный обед. В общей сложности мясо с картофелем у меня пробовали в духовке 2,5 часа при температуре 140. Гратинированный картофель или картофель по-французски как таковой готов. Что я вам могу сказать? Я добавил в рецепт 600 миллилитров сливок. Я просто сейчас вижу, что это было немного многовато. Потому что духовка непрофессиональная, у меня часть сливок должна была испариться. Этого не произошло. Поэтому в рецепте я убавляю 200 миллилитров сливок. Я это укажу в рецептуре. Баранина. Нахожу самый толстый участок. Вставляю термометр. Сейчас я посмотрю, какова у меня уже внутренняя температура. Выбираю мясо. У меня уже внутренняя температура 74 градуса. То есть через 4 градуса у меня баранина будет готова. Но я хочу еще придать небольшую корочку. Поэтому я увеличу внутреннюю температуру до 82, а наружную на 180 градусов. Гратинирую картофель пока убираю. Я его опять разогрею, когда баранина будет уже почти готова. И отправляю баранину далее готовиться. Так, ну вот мой термометр сообщил мне, что баранина достигла температуры внутренней 82 градуса. Теперь мы ее достаем. Так, убираем весь чеснок, как таковой. Уберу-ка пока я противень в сторону. Подготовлю разделочную доску. Ну, конечно, нужно сказать, что такое мясо для ресторана, конечно, не подойдет, потому что его красиво не нарежешь, не подашь. А для дома вполне... Так, ну я для начала накормлю жену, а потом уже и сам. Стебли дикого или дикой брокколи. Гратинированный картофель. Ну и мясо, возможно, молодого барашка. На упаковке не было написано, сколько ему было лет. Было написано только до какого срока он годный. Так, ну и немного нашего грибного соуса. Вот так, друзья, выглядит обед для моей супруги. Ну, что я могу сказать? Если вам это утомительное видео понравилось, то пишите ваши комментарии, негодования или наоборот. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok